Самое слабое из четырех политически мотивированных уголовных дел против 45-го президента Дональда Трампа предстанет перед судом в понедельник, поскольку накал левых судебных разбирательств усиливается перед выборами в ноябре. Эксперты по правовым вопросам с обеих политических сторон сходятся во мнении, что сфабрикованная против Трампа, выдвинутая окружным прокурором Манхэттен Элвином Брегом, имеет под собой самую слабую из всех мотивированную и доказательную базу. Это дело будет иметь серьезные проблемы и утверждение Брега о том, что если бы предвыборный штаб Трампа раскрыл информацию о выплате в натуральной форме до выборов, это повлияло бы на результаты выборов. Но Трамп тогда проиграл ценему Нью-Йорку более чем на 20 пунктов, значит он проиграл бы с большим преимуществом? Ну и что от этого Брегу? Кроме того, о выплате не требовалось бы сообщать в течение нескольких месяцев после выборов. Ни один разумный суд присяжных в Америке не осудит кого-либо по выдвинутым обвинениям, говорят национально признанные адвокаты. Но это Нью-Йорк. Имея четыре левака с промытыми мозгами на квадратный дюйм, Трамп мог ожидать более пристрастного состава присяжных в Гаване. Если бы Элвин Брег обвинил Трампа в незаконном употреблении сэндвича с ветчиной, они бы тоже признали его виновным. Жюри будут предвзяты, об этом уверены многие политики. Да, я бы дал показания, абсолютно. Ведь это мошенничество. Это глубокое мошенничество, это испытание. Это то, что читаете Джонатана Тарли, если вы читаете Энди Маккарти, вы читаете и говорите, что здесь нет никакого даже дела внутри. Это вмешательство в выборы со стороны администрации Байдена в чистейшем виде. На самом деле они взяли своих лучших представителей, которые фальсифицируют дело, поставили его в офис окружного прокурора, чтобы он руководил этим. И это очень позорно. То, что они сделали, невероятно. Это вмешательство в выборы, поэтому нужно положить этому конец. Это страна третьего мира сегодня. Безусловно, это требует вмешательства. Серия сфальсифицированных судебных процессов по заказу социал-демократов, захвативших бесконтрольную власть, превратила судебную систему Нью-Йорка в фиктивное судилище стран третьего мира. Если быть точным, то 34 отдельных уголовных преступления предусматривают максимально совокупное наказание в виде 136 лет тюремного заключения. Брэк, который в ходе своей предвыборной кампании хвастался, что подал суд на Трампа более 100 раз, получает первый удар по политическому врагу левых номер один на фронте уголовных обвинений. И прокурор-демократ бросается в тяжкие, даже если у него из доказательств вообще на Трампа ничего нет. Но Брэк, отрабатывая деньги Сороса, на который был избран, всячески обслужит интересы социал-демократов. Сага началась много лет назад. Стареющая порноактриса Сторми Дэниелс утверждала, что в 2006 году у нее был роман с Трампом. Трамп отверг эти обвинения. Во время президентской кампании 2016 года бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил Дэниелс 130 тысяч долларов за подписание соглашения о неразглашении информации о предполагаемом романе. Деньги поступили не из предвыборных фондов. Коэн, который оплатил выплаты авансом, потребовал возмещения о Трамп Организэйшн. Он назвал выставленные счета возмещения юридическими услугами, ничем более прямым, например, возмещением оплаты за внебрачный секс. Как выразились эксперты по праву. Урегулирование было подписано как деньги за молчание, но существует длинный список известных левых, которые требовали таких же соглашений о неразглашении, и никаких уголовных процессов против них не было возбуждено. Тейлор Свифт, Джастин Бибер, Майли Сайрус, Тайгер Вудс. И это лишь некоторые из них. Помните, когда член палаты представителей Нэнси Пелоси назвала коллегу-демократа Джона Кеннерса иконой после того, как конгрессмен из Мичигана подал в отставку под натиском обвинений в сексуальных домогательствах? Пелоси подверглась серьезной критике за то, что она прославляла мужчину, чья помощница Мэриан Браун обвинила его в домогательствах и рассказала, что тот предлагал ей секс. Угадайте, кого заставили подписать соглашение о неразглашении? Браун нарушила соглашение о неразглашении, чтобы рассказать свою историю, но результата это не дало. Опять же, представьте, что окружной прокурор Брэг мог обвинить, например, госсекретаря Тони Блинкина или Хантера Байдена в незаконном, нераскрытом пожертвовании на предвыборную кампанию в натуральной форме, когда они солгали в октябре 2020 года, чтобы скрыть, что брошенный ноутбук на самом деле принадлежал Хантеру, Байдену, а не был целевой российской информационной пропагандой. Трудно рассматривать дело Брэга как ничто иное, как чистое политическое преследование. Но большое жюри Манхэттена согласилось с этим безумным обвинением. Каковы шансы на суд присяжных в Манхэттене, что тот не осудит человека, который левые ненавидят? В любом случае, разоблачение двойной системы правосудия в Америке скорее всего больше поможет Трампу, чем навредит ему в ноябре этого года.